итак привет всем вы на канале мое открытие америки штат техас очень рада виртуальной встрече с вами и снова дороги техаса да вот такая особенность соединенных штатов без машины никуда жизнь без машины практически невозможно я могу сказать но и воде здесь одно удовольствие для автомобилистов здесь рай с этим по моему никто не поспорит когда я только приехала в сша и увидев все вокруг я сразу сказала я попала в будущее по крайней мере лет на сто вперед это точно высочайший уровень цивилизации высокий уровень жизни ну просто резко бросается в глаза а дороги так это вообще фантастика в техасе лучшие дороги в мире ну вообще естественно сша везде дороги просто прекрасные и такое ощущение что вся страна пронизана дорогами развязками то есть везде дороги 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 нет никаких проблем быстро добраться в любую точку страны даже я могу сказать не добраться одомчаться долететь потому что по и по таким дорожкам буквально летишь тут и федеральные трассы и шоссе и сельские дороги недавно я прочитала даже могу сказать вчера я прочитала такую информацию что сша за полгода 2013 года то есть за первые шесть месяцев было продано шесть с половиной миллионов новых автомобилей цифра внушительная шесть с половиной миллиона как я уже говорила как-то делилась с вами эта информация что в сша самое большое количество в мире владельцев автомобилей и вот для сравнения в россии за первые шесть месяцев этого года продано 1 и 3 миллионов новых авто а на украине всего-то 130 тысяч и ведь это не просто это факт этот факт говорит о многом чем больше продаж автомобилей тем лучше ведь автомобиль это не просто средство передвижения это при покупке автомобиля повышается деловая активность помимо этого автомобиля это источник пикников барбекю на природе строительство поездок по стране это увеличение автосервисов автохимии то есть наличие автомобиля естественно и придает его владельцу уверенности смелости ну и даже с противоположным полом познакомиться легче значит и браков и детей тоже больше будет то есть наверное продолжается автомобильный бум сша ну продолжим рассказ продалась этому городу уже около 200 лет далась похож на своего крупного южного соседа город хьюстон оба города являются явными экономическими центрами техаса и поддерживает дружеский паритет но тем не менее эти два города даллас и хьюстон их различают некоторые черты примеру основная часть населения хьюстона живет черте города в тремя как удалось основная часть населения живет многочисленных пригородах люди живут собственных домах так называемых спальных районах там же в пригородах построено множество огромных торговых центров спортивных центров сотни кафе ресторанов культурные развлекательные центры школы то есть землю в сша особенно в техасе не жалеют поэтому нет тесноты и стесненности если дороги так огромные если парковки так безбрежно ну в общем на этом я заканчиваю свой рассказ пока пока до встречи до новых встреч а а а Продолжение следует...